В Ульяновске В Ульяновске На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет, хотя в помещениях находилось много людей. Не успел закончиться рабочий день. Сначала сгорало там, потом пошло дальше уже кирпичное здание. Сначала, видимо, здесь как бы, не знаю, как обстроено. То есть сначала все сгорело здесь, потом в сторону кирпича внутри. И вот как там в круговую пошло. Тушение огня осложнялось тем, что к некоторым зданиям невозможно было подойти близко. Вот эта трещина в стене грозила обрушить все здание на пожарных. Мебельное производство на несколько арендаторов. Поэтому и сложность, наверное, лаки, краски там. Да, и происходили взрывы, возможно, газовых баллонов. Информация о пожаре мгновенно распространилась по городу через соцсети и местные сайты. И хотя официальные причины возгорания еще не озвучены, большинство комментаторов рассказывали о постоянных жалобах сотрудников, что в цехах мебельной фабрики было довольно холодно, и они могли использовать на рабочих местах самодельные обогревательные приборы. Виктория Шикова, Даниил Сурков. Новости Ульянской правды.